Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу показать вам трикотажное платье с коротким рукавом от компании Faberlic. Цвет синий, размер 52 и это состав ткани 95 полиэстер, 5% эластан. Платье выполнено, вы знаете, платье теннисистки. Я бы вот так его назвала, так как действительно похоже. Такой немножко спортивный стиль, вот этот валанчик, который сейчас я поняла в моде. Долго смотрела я на это платье, не заказывала, но затем насмотрелась у девчонок обзоров и тоже решила взять его на примерку. Вы знаете, оно на мне смотрится в принципе так вот свободненько, то есть оно не спадает, не облегает. Если взять на размер меньше, но это наверное все-таки лучше делать худеньким девчонкам, у кого идеальные фигуры. Если допустим у вас уже размер там 48-50 и так далее, то лучше конечно наверное пробовать его своего размера. Но там конечно уже ориентируйтесь, можно взять свой, можно взять на размер меньше. Вот если вот уже наверное точно, чтобы определиться, вам выбрать. Ткань здесь креп стретч, то есть ткань видите вот синтетика, с этой стороны гладенькая. А вот здесь вот такая вот немножечко как бы вот она идет, ну вот такой да, вот узор, как в рубчик у нее немножечко. Но тянется ткань отлично, она в принципе не светится, но если будет облегать, то изъяна фигуры подчеркнет. И вот здесь вот такой крылышком рукав с проймой. Но мне например, я вам в позже видео все это скажу, больше бы нравилось, если бы рукавок был вот коротенький чуть-чуть. Это вот именно для, наверное, от 48-50 размера это платье, по-моему оно, я вот не знаю представлено ли дальше. Наверное да, и дальше есть и 54 размер, поэтому смотрите на сайте. Здесь вот идет валанчик, давайте прям его покажу вам. Думала как будет смотреться, но на мой рост все нормально, не вульгарно смотрится. В принципе можно для разнообразия иметь такое платье, но не знаю как будет в жару. Думаю, в жару будет немножечко неуместно оно смотреться, хотя смотрится в принципе оно тоже стильно. И вот здесь вот у нас такая силиконовая прослойка, для того, чтобы у вас вот эта рюша не растягивалась при носке. По спинке это платье имеет, вот здесь вот, в общем состоит из двух вот шов посредине. Никаких молний, ничего нет, оно и так в принципе хорошо надевается, поэтому вот такая девчонки модель. Ну вот я конечно не знаю как будет в жару, если кто носил в жару, кто уже приобретал, напишите пожалуйста, я вам буду очень благодарна, потому что я пока не решила, что с ним делать. Ну и пошив конечно здесь не придерешься, вот в последнее время на всех вещах фаберлик, то что очень радует, да и раньше это конечно было, но сейчас вот прям пошив идеальный. То есть нигде никаких вот нареканий нет, видно что вот сшито все на совесть. Ну и конечно вот эта горловина, если бы была она V-образная, то для такой вещи синтетики, то есть если шея не очень высокая, то прям вот глухая вот эта горловина, но все-таки как-то будет больше вам придавать вот этого жаркого эффекта в жару. Поэтому все-таки это платье наверное больше на вечер вот подойдет, на летний вечер, чем вот на жару днем конечно будет в нем жарко. Будет все-таки наверное я думаю, что жарко. В общем напишите как вам, а я сейчас покажу вам как смотрится на мне это платье. Да, и забыла вам сказать замеры подмышками, вот в этом районе полуобхват 55 сантиметров получается. И по бедрам, вот наверное в самой широкой части 60-61 сантиметр, это в 52 размере. То есть оно так и должно смотреться, то есть как немножко такой чуть-чуть ворсай стиль, но при ходьбе, если даже будет обтягивать, оно подчеркнет изъяны, оно выделит и белье, и поэтому вот такая ткань, что она должна вот не спадать, не облегать. Вот это вот такой нюанс, обращайте внимание. Ну а теперь смотрите как смотрится на мне. Всем еще раз огромный привет, с вами Виктория. Сейчас хочу показать вам как смотрится на мне это платьице. И я сейчас отойду, покажу вам его в полный рост и немножечко расскажу вот такие нюансы, которые ну наверное мне не совсем понравились. Ткань здесь по-моему креп стретч, то есть ткань такая тяжеленькая. Она держит форму, достаточно эластичная, хорошо тянется, но тем не менее она плотная, то есть это синтетика и такая не тоненькая. Ну я бы сказала, что наверное вот больше на прохладное лето, на вечер, либо на весну подойдет. И вот здесь мне не очень понравилось то, что здесь прямо горловина высокая. Вы знаете, наверное оно бы смотрелось бы лучше, интереснее и вот для лета это лучше. Если бы здесь был вот такой наверное V-образный вырез, тогда было бы гораздо лучше. И еще, это на мне размер 52 и вот здесь вот видите вот в голубом рукавок получается более длинный, а здесь вот такое крылышко, то есть он более короткий. И вот здесь такая пройма. Все-таки, вы знаете, вот такой рукав, да, в нем не так жарко, но например, когда у женщины бывает вот уже наверное от 50 размера полноватые руки, то не всем вот хочется как бы вот сильно оголять свои руки, поэтому здесь вот такой минус, я считаю, что недоработка. Все-таки в таких размерах, ну наверное вот такой рукавок бы, когда он вот все-таки чуть-чуть по прикрытии, тогда смотрелось бы, ну наверное, это как-то более эстетично и получше. Но кто как на это смотрит, может вы со мной согласитесь, не согласитесь в этом плане, но вот такие вот у меня замечания. Вы знаете, как-то я вот 50 на 50, вроде бы и оставить это платье, но с другой стороны вроде бы как-то вот, не знаю, оно смотрится с одной стороны и молодежно, а с другой немножко как бы вот не по возрасту что ли. Ну давайте, наверное, сейчас отойду, не буду вас долго томить и покажу вам, как смотрится на мне в полный рост. У меня рост 1,67, где-то, ну может 1,65-1,67, вот так вот. И на мне 52 размер, то есть прям вот чуть-чуть прикрывает колено. Длина здесь такая, не вульгарная, длина здесь очень хорошая и смотрится замечательно. На мне тоже вот сейчас красное сабо, конечно, вот это такой, наверное, как теннисный вариант, да, вот спортивный немножечко стиль. И хорошо сюда подойдут макосинчики, но тоже вот макосины на жару их, не знаю, как вот ходят люди в макосинах, бывает даже в таких вот сабо. И то очень жарко. А в макосинах там, наверное, и подавно будет жарко. Ну вот здесь, вы знаете, вот эта вот оборочка, она прям так колыхается и гриво. Оно на мне вот, скажем, струится, то есть оно не обтягивает, прилегает. Вначале у меня вот была такая мысль взять его попробовать в 50 размере, но потом вот это все вот обтянет, когда. И будет это смотреться очень некрасиво, вам будет некомфортно, потому что все-таки ткань такая, которая будет подчеркивать изъяны фигуры. Поэтому вот, вы знаете, я думаю, что на размер меньше, но, наверное, прям вот очень худенькие могут брать девчонки, у кого, допустим, ну вот идеальные фигуры. А если есть какие-то, допустим, там изъяны, то все-таки лучше приобретать своего размера. Здесь вот такая есть, как бы, вы знаете, вот силиконовая вот эта вот утяжечка для того, чтобы у вас вот этот валанчик, он не растягивался при носке. Но вот по спине даже немножко кажется, что вот чуть-чуть как-то вот оно прям на мне, ну, висит немного. Но если взять его меньше, тогда оно обтянет, и это будет уже эффект гусеницы, вот это некрасиво. Вот такое платье, вы знаете, в принципе, оно интересное, оно однотонное, в нем ничего лишнего. Оно тоже смотрится, в принципе, достаточно стильно, интересно. Но вот как будет в нем жару комфортно или нет, за счет того, что оно нигде к телу не прилегает, может быть и комфортно. Но ткань такая прям вот тяжеленькая, и, конечно, это не хлопок, но зато оно нарядное. Здесь можно вот, чтобы, например, ну, если, допустим, обладателем длинной шеи, да, вот под горло будет еще хорошо смотреться. А если, допустим, так, то что-то вот, ну, какой-то, наверное, аксессуар сюда все-таки можно будет, чтобы удлинить чуть-чуть силуэт, можно будет добавить к этому платьицу. Вы знаете, вот мне честно скажу, у нас в летней коллекции вышло такое платье вот зеленое, с белыми цветами. Там вот здесь вот валанчик идет как бы вот сюда, вот, да, вот как отрезная талия. И вот смотришь на женщин, когда вот уже, да, вот надевают там вот, ну, постаж, да, вот чуть-чуть, то вот хочется вот как, кажется, вот детский сад сразу вот, вот такое вот какое-то вот идет восприятие на этих платьях. Вот на вот этом тоже вот у меня поначалу, когда я его смотрела на него долго в каталоге не заказывала, думаю, ну, вот как-то, наверное, будет не то смотреться. Но здесь вот нет вот этой отрезной талии, здесь это все прямое, и мне кажется, вот это смотрится все-таки более выигрышно, и оно однотонное. Так что пока не знаю, не решила, что с ним делать, оставлять или нет. Так-то оно, конечно, по цвету красивое, сочное, яркое. Сюда бы еще какой-то вот аксессуар, можно, вот у меня, например, красная обувь, красные туфельки, красный лак, красная помада, и будет смотреться, ой, будет смотреться достаточно стильно оно. В общем, пишите, как вам, я пока еще не знаю, что с ним делать, с этим платьицем, думаю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok